добрый день друзья у нас света сегодня летит в москву так получилось сейчас я вам сделал небольшой обзорчик аэропорта я ни разу не был в аэропорту витязева заодно вместе с вами там побываем ужасно волнуюсь потому что это будет первый перелет вообще никогда не летала вообще пищите как вот вы относитесь самолетом пределетом нравится ли они вам и свое отношение канавском аэропорту тоже будет интересно почитать вот мы покидаем витязева и выдвигаемся в аэропорт благодаря тому что аэропорт расположен очень близко то буквально прилетаете к нам выходите с самолета пять минут выпуская летом 10 минут и вы на море обязательно соблюдайте знаки это важно но что поезда бывают ходят без остановки собственно вы добрались до симферопольского шоссе направо на российск налево порт кавказ я вам сейчас покажу насколько близко все-таки находится аэропорт анапы критязева то есть ну вот по прямому проехали от же для переезда и следующий перекресток на котором сейчас уже появился светофор будем поворачивать направо один километр мы уже в аэропорту дома и это уже красный курган да это все рядышком здесь такой царкин как застроился ну к аэропорту давно вплотную вот он сюда бы эту сторону трассе подходит плотную раньше не было такого застройки на по трассе все вот дорога сейчас отключу чтобы не тянуть ну и вот мы добираемся до аэропорта здесь видим что машины здесь вот стойники стану как него два по бокам хотя нарисована полоса стоянка запрещено но вы все посмотрите почему потому что тут парковка такая неприглядная так сказать можно вот сюда вот она парковка до сделать даже сейчас нету сезона нету большого количества людей которые приезжают и вылетают но можете увидеть сколько здесь машины что за покрытие в этой парковке просто жесть без комментариев так сказать ну вот мы приехали сейчас попробуем найти место где можно вылезти из машины чтобы остаться более менее чистыми и она забита представьте что здесь летом то есть мест просто нет какой-то нечеловеческая мне кажется отношения у аэропорта куда можно заехать конечно платную парковку но он должен быть альтернативной нормальный бесплатный мое мнение пишите какое ваше этот ребят парковку общественная аэропорт анапа растет до пешком чтобы узнать о чем стоят билеты а вот на эту парковку заехать нельзя там стоит шварбаум я ни одной дырки даже не нашел чтобы через бордюры там было где-то можно все перекрыто на таких как я было много вот здесь уже получше так сказать для людей сделано вот там вон новый терминал аэропорта который старый у нас был терминал он теперь у нас международных линий анапа и аэропорт новое здание впервые сам нахожусь внутри выглядит довольно таки интересно приемка багажа если кто знает в чем отличаются кассы можно сказать вот все кассы можете выбрать любую там терминал прохода и зайти может любой живающий интересно где еще здесь дитих не находится я не вам наслышан но где именно что там не знаю небольшой обзорчик ребята там кстати он зона где можно покушать есть тонкий просторный зал но если это весь как бы немножко удивленный что-то казалось там это больше места отдыха должно быть и так далее то подобное что люди когда прилетают они стоят или где-то еще есть зал где можно посидеть этот вопрос как бы интересен если кто-то может ответить на него буду благодарен даже здесь висят рекламы квартир парадный вход света пошла смотреть такие вот габариты на 10 килограмм можно размеры ребята и буду ждать в комментариях напишите покупали ли вы электронные билеты или здесь на кассах здесь на кассах вышло на 1200 рублей дороже чем если бы света купила электронный билет как-то маленький совсем там же зал может где-то тут еще есть передачи когда проходишь там другой какой-то зал ожидания сумки продаются как раз до аэропорта и выход кстати отдельно здесь то есть за беленькой ширины выходим на улицу общественный транспорт такси и выход на улицу здесь могут подъезжать машины я очень часто своих там клиентов то просят забирал от именно отсюда а далее так машина едет там турникеты и выезжаем именно в зоне аэропорта находиться по моему более 15 минут далее платно и старый терминал сейчас вам покажу вот он находится теперь это у нас международный терминал 2 международный интернет шоу файс то есть если вы куда-то летите за границу надеюсь обзорчик был полезен интересен и также жду ваши комментарии этот гостиница аэропорта вот так вот выглядит если кто-то останавливался расскажите тоже интересно в комментариях а это по моему гостиница для летчиков а может ошибаюсь но по моему так должно быть и также вот есть еще магазин продукты и иногда там работает кафе и прилетают люди раньше от оттуда выходили а сейчас с нового терминала